А вы в курсе, что в Краснодарском крае насчитали около 620 тысяч безработных трудоспособного возраста? Из них всего 11 тысяч состоят на учете в службе занятости населения. А что остальные? Одни работают, но официально не оформлены, другие хоть и трудятся по договору, но получают серые зарплаты. О борьбе с неформальной занятостью и зарплатами в конверте поговорим сегодня. Здравствуйте, в эфире программа «В курсе» и я, Ольга Десятова. В этой студии мы обсуждаем вопросы, которые так или иначе затрагивают интересы всех сочинцев. И сегодня гость нашей программы, начальник отдела трудовых отношений и охраны труда Центра занятости населения города Сочи Ольга Ребекко. Ольга Владимировна, здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо, что пришли к нам. Ну и прежде чем начать наш разговор уже предметный с цифрами, для начала давайте определимся для наших телезрителей с терминологией, что же такое неформальная занятость серой зарплаты или как еще их называют зарплаты в конверте? Серая заработная плата – это заработная плата, которая не полностью обозначена в трудовом договоре и выплачивается частью в конверте. Мы так называем ее, это как бы в кавычках слово в конвертах. Неформальная занятость, она полностью отрицает трудовые отношения, то есть трудовой договор не заключен, и работник находится, ну можно сказать так, в рабском положении у работодателя, потому что трудовые отношения в сфере, трудовые отношения должны быть обязательно оформлены в письменном виде трудовым договором. Вот это и есть неформальная занятость. Понятие это у нас уже, мы работаем с этим понятием неформальной занятости уже второй год. В 2014 году по поручению вице-председателя правительства Ольги Юрьевны Голодец мы начали работу по выявлению неформальной занятости в нашем городе и вообще в России. А с понятием серой заработной платы мы сталкиваемся, к сожалению, давно. То есть очень много у нас на протяжении, ну скажем так, трех-пяти лет серая заработная плата фигурирует в обращениях наших граждан в Государственную инспекцию труда, к нам в Центр занятости, в отделы по труду. То есть работники жалуются на нарушение трудового законодательства, не понимая, что в некотором роде они тоже нарушают и трудовое законодательство, и, к сожалению, налоговое законодательство. Ну вот сколько таких людей, которые у нас получают сегодня серую зарплату? Реально ли высчитать такую цифру и какую-то адекватную? Цифру реально, точно. Мы, конечно, высчитать не можем, но у нас есть предположительные цифры неформальной занятости, скажем так, как и занятости наполовину, то есть серой заработной платы. У нас 280 тысяч приблизительно трудоспособного населения в городе Сочи. По статистике работает у нас в правовом поле трудовых отношений 175 тысяч работников по всем сферам деятельности на наших предприятиях. Естественно, возникает вопрос, где 100 тысяч. Ну, если отбросить, скажем так, инвалидов, пенсионеров достаточно, вернее, ну, пенсионеров, которые выходят не по возрасту, а, допустим, по выслуге категории молодежи, студентов, то в любом случае мы предполагаем, что 1050-60 в городе людей, которые работают в сфере неформальной занятости. Это большие цифры для нашего города? Это очень большие цифры. Они влияют и на экономику города очень сильно. И последнее время связаны, конечно, с экономикой России. И, естественно, с постолимпийским периодом, когда у нас ушли большие организации, которые предоставляли большое количество рабочих мест с достаточно приличной заработной платой, у нас в городе сложилась ситуация, ну, в этом плане, можно сказать, достаточно негативная. То есть мы постоянно получаем обращения граждан на невыплату заработной платы, даже приходят к нам, скажем так, с жалобами на то, что работодатель вот платил две зарплаты, а сегодня он перестал платить две зарплаты. Вот, и, конечно, мы разъясняем, объясняем, пропагандируем нормальные трудовые отношения, но вопросы эти требуют достаточно серьезных и долгих организационных и управленческих усилий, а также контрольно-надзорных. Ну, каковы все-таки у нас тенденции сегодня? Снижается число тех, кто работает, так сказать, в тени, увеличивается наоборот. Какие перспективы в этом у нас вопросе? Перспективы, конечно, к снижению, вне всякого сомнения. Работая с неформальной занятостью в прошлом году, у нас, можно сказать так, плановая цифра была 16 тысяч, выявить неформально занятых работников. Мы с этой цифрой с трудом, но справились. Вот, теперь мы занимаемся тем, чтобы проверить по пенсионному фонду и по другим фондам, работники эти остались работать, и действительно ли после заключения трудового договора работодатель платит им заработную плату, как положено, и, естественно, скажем так, выплачивает налоги государству в бюджет, в фонд социального страхования, в пенсионный фонд. Это самое важное. Почему мы боремся с этой неформальной занятостью и с серыми заработными платами? Потому что у нас, прежде всего, страдает, прежде всего, вернее, после государства, очень сильно страдает непосредственно работник. И работодатель, работая в этой сфере теневой, выплат заработной платы, нарушает статью Конституции, прежде всего, седьмую, которая гласит о том, что он обязан, я даже зачитаю, Конституция Российской Федерации, которая гарантирует основополагающие положения и принципы трудового права, это охрана труда и здоровья людей, выплата заработной платы, гарантии социальной защиты. И также нарушает статью 37, которая гарантирует свободу труда и запрет на принудительный труд. А труд, не оплаченный в полной мере или вовсе не оплаченный, как положено, то есть формально не обозначенный, вернее, формализованный, он является принудительным на юридическом языке, безусловно. Давайте еще тогда обозначим риски для человека, который соглашается работать без договора, соглашается на серую зарплату. Вот каковы риски? Это, в первую очередь, наверняка, риск оказаться без каких-то государственных дотаций? Ну, работник страдает здесь, прежде всего, в социальном плане. То есть, когда он соглашается заключить трудовой договор, и, скажем так, в трудовом договоре обозначена только белая половина заработной платы, которую он реально получает, то когда он уходит в отпуск, если его отпустят в отпуск, он, естественно, получает выплаты только из обозначенной суммы в трудовом договоре, выплаты, больничный лист, оплата больничных листов. Если это женщина, значит, все расходы по беременности, родам, которые гарантируют фонд социального страхования, единовременные выплаты, 40%, которые гарантируют государство при выплате полтора года, когда она находится в отпуске по уходу за ребенком, это все практически только рассчитывается на белую заработную плату. То есть, практически, женщин у нас много работающих, практически, ну, где-то процентов 60 от всех работников – это женщины. И женщины здесь страдают в первую очередь. Ну, и должна сказать, что работник, от того, прежде, вернее, не прежде, а теряя социальные льготы и социальные выплаты, гарантированные государством, они еще и находятся, в общем-то, в сфере уголовного права. Косвенным образом, потому что, не выплачивая налоги за ту часть, которую они получают в конверте, они находятся, как мы считаем, в сговоре с работодателем. То есть, даже при обращении в суд, есть такие, скажем, случаи, когда работник не знает, что он выплачивает, получает две заработные платы, но как бы не обращает на это внимания и не концентрируется, скажем, на этом вопросе. И когда возникает трудовой конфликт, то есть работодатель отказывается от его услуг или отказывается выплачивать, допустим, три месяца он получал эту заработную плату дополнительно в конверте, а потом работодатель сказал, все, свободен, или ты получаешь ровно столько, сколько мы договорились и записали в договоре, или ты увольняешься. Тогда работник начинает искать возможность решить свой трудовой конфликт, и этот путь безнадежен, абсолютно. Потому что ни один контрольно-надзорный орган не будет работать с теневой заработной платой, он не имеет такой возможности, нет документов, это во-первых. Во-вторых, это, конечно, естественно, вопрос нравственный. И когда объясняешь работнику, что он точно так же нарушает налоговое право, 198-ю статью Налогового уголовного кодекса, не уплачивая налоги с физических лиц, то многие работники приходят просто в недоумение, потому что правовая безграмотность у нас достаточно высока. как работников, так и работодателей. Но еще в числе рисков, да, хотелось бы озвучить, это и кредит сложно взять, и ту же ипотеку оформить тоже практически невозможно. Безусловно, зарплата ниже 15 тысяч, она, конечно, серьезный кредит не позволяет взять, кроме вот этих грабительских, потребительских или вот этих быстрых займов. То есть человек сам себя загоняет, можно сказать, в угол. Ну и в перспективе, естественно, это самая минимальная пенсия. И опять работник обращается и апеллирует к государству, считая, что государство виновата в том, что он получает такую маленькую пенсию. Получается небольшой такой замкнутый круг или большой замкнутый круг, из которого, безусловно, надо выходить. И всеми общими усилиями. А какая ответственность законом сегодня предусмотрена для тех работодателей, которые предпочитают платить серую зарплату, не оформлять? У работодателей тоже очень серьезное положение в законодательстве. Если контрольно-надзорные органы установили, что работодатель скрывает налоги, выплачивает серую заработную плату или пользуется неформальной рабочей силой, то есть не оформляет совсем трудовые отношения, у нас есть такие работодатели, у которых есть оформленные работники, и там, допустим, 2-3 бригады или какой-то сектор работает без оформления трудовых отношений, то уголовным кодексом предусмотрены административные нарушения, которые влекут за собой штраф от 200 до полумиллиона, если за три финансовых года сокрытие налогов до 600 тысяч рублей. Если эта сумма более 3 миллионов за три финансовых года, то работодатель рискует быть лишен свободы сроком почти на три года, или суд может установить и привлечь его к принудительным работам, лишается возможности в течение трех лет работать работодателем, то есть быть руководителем, то есть это предусмотрено. Но, опять же, к сожалению, это очень серьезные санкции, и контрольно-назорные органы, конечно, могут работать только, когда гражданин непосредственно обратится и сам скажет, что я вот работаю без оформления трудовых отношений, то есть нам прежде всего нужна, конечно, лояльность в этом плане работника прежде всего, чтобы он хотел восстановить справедливость, которая нарушена по отношению к нему. Но некоторым работникам тоже выгодно работать не совсем честно, скрывать свои доходы, например, тем, кто платит алименты. Вот какая ответственность предусмотрена, какая-либо ответственность законом для таких вот работников, которые таким образом скрывают доходы? Ну, если алиментщики, то тут они на общих основаниях. Точно так же, 198-я статья, если будет установлен факт, что он работает в черную, то, конечно, он будет нести ответственность и административную, и уголовную. Точно такое же. Ну и сейчас я предлагаю еще обратиться к цифрам. Хотелось бы привести цитату губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева. Вот что после одного из заседаний Краевого Совета Безопасности он сказал о серых зарплатах. Это было опубликовано в его микроблоге в Твиттере. Я процитирую. У нас больше 600 тысяч кубанцев получают серую зарплату. Будем устраивать рейды, искать таких налоговых зайцев и их начальников. И предлагаю еще послушать один небольшой фрагмент Совета Безопасности мнения краевых властей по этому вопросу. Нужно заниматься легализацией налоговой базы по НДФЛ. Мы должны провести своеобразную перепись трудоспособного неработающего населения. Анализ показывает, что значительная часть трудоспособного населения у нас работает без оформления документов. По статистике ФОМСа это около 600 тысяч человек. А мы помимо того, что они налоги не платят, за них еще платим с бюджета взнос на неработающее население. Что мешает? Вводите новую метрологию, я же не против. Не может быть слюнчайства в это время. Не может быть. Нам прекратить надо быть мягкотелами жестко и конкретно, но объективно. Ну и по распоряжению губернатора края работа ведется в Сочи, тоже проводятся рейды по выявлению нечестных работодателей об этой работе, как Центр занятости тоже участвует в ней. Расскажите, пожалуйста. В правовом поле установление неформальной занятости и серой зарплаты это очень трудная ситуация, и там вопросы не все решены однозначно. И работая сейчас, скажем так, с административными ресурсами по выявлению неформальной занятости и серых зарплат, работают комиссии, создано несколько бригад по управлениям, по направлениям, скажем так, деятельности. Вот, допустим, у нас самые емкие такие, где, возможно, неформальная занятость. Это сфера торговли, это санаторно-курортная сфера, туризм в основном. Это сфера ЖКХ. Строителей сейчас там поменьше. И здесь созданы такие мобильные бригады, в которые входят и работники управления, работники контрольно-надзорных органов, привлекаются наши специалисты, центры занятости для рейдов по предприятиям, где, возможно, неформальная занятость или возможны выплаты серой заработной платы. Естественно, нужно проводить предварительную, скажем так, аналитическую работу, попытаться понять все-таки на каких предприятиях и где это наиболее возможно. Работа достаточно серьезная и сложная, я бы так сказала, именно в правовом отношении. Но наряду с этой работой, центр занятости, вот в частности наш отдел, мы проводим большую работу по пропаганде правовых отношений в сфере труда, проводим очень большое количество семинаров, проводим круглых столов, пытаемся разъяснить и работодателям напрямую, можно сказать так, призвать к совести и к социальной ответственности, потому что сегодня социальная ответственность работодателя, ее можно даже, скажем так, сказать, что она не просто социальная, она социально-политическая, потому что когда человека лишают социальных благ, это в некотором роде социальный взрыв люди приходят очень обозленные люди приходят с большими претензиями именно государству а государство здесь практически виновата потому что столько поблажек сколько сегодня делается бизнесу и предпринимательству в частности вот полностью скажем так запрещены проверки плановые которые в результате которых можно было бы работать и выявить неформальную занятость и серые заработные платы мы сейчас практически этого лишены и работает усложняется нам все время приходится работать именно с тем в таком правовом поле где очень надо двигаться аккуратно осторожно не нарушая закон и тем не менее надо решить эту проблему все-таки в городе надо сказать те кто обращается в центр занятости они наверняка могут быть уверены потому что вы работаете только с проверенными работодателями те которые не нарушают закон это же так не всегда не всегда нет 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 к нам приходят люди которые говорят что вот они работали в таком-то предприятии и вот мы работаем так то есть предприятие я же говорю есть предприятие коту где половина работников работает нормально или 70 процентов с нормальными трудовыми договорами все как положено замечательно и хорошо а часть маленький сектор который приносит Черный нал, как мы говорим, есть и такие. Мы в своей работе, насколько возможности хватает у отделов по труду, пропагандируем среди предприятий, предпринимателей, работодателей заключение коллективных договоров. Коллективный договор это стопроцентная гарантия, что человек будет оформлен как положено и будет получать всю белую заработную плату. То есть сами условия коллективного договора не предполагают никаких других иных решений. И работодатель обязуется с коллективом работать строго в трудовом поле, и работники, естественно, обязуются максимально хорошо работать, и тут взаимовыгодно. Это очень серьезный такой фронт работы, именно социально-трудовые отношения. То есть в любом случае сегодняшнее время показывает, что не только административные контрольно-надзорные органы должны работать и контролировать, устрашать, наказывать, осуждать. Надо все-таки пытаться и работника, и работодателя вернуть в правовое поле вполне сознательно, чтобы он понимал, что работа в правовом поле – это его будущее. Ну еще позвольте немного цифр по краю. В прошлом году благодаря работе комиссии по выявлению неформальной занятости больше 180 тысяч человек смогли официально оформить трудовые договоры. Регион даже перевыполнил план, поставленный Минтрудом России. В этом году уже выявлено более 11 тысяч человек, которые работали неофициально. Ну и вот хотелось бы поговорить, вернуться опять к работникам. Куда нужно обращаться? Если нарушаются их права звонить, писать, куда приходить? Обращаться нужно. Можно ли анонимно куда-то обратиться? Потому что многие боятся увольнения. Я вам хочу сказать, что анонимно – это очень плохой вариант, потому что у нас нет возможности сослаться на реального работника, чтобы провести там проверку. Просто нет такой возможности. Аноним да и аноним, и все. Желательно, конечно, чтобы работник обозначился. Мы ему поможем. Может, даже поможем найти другую работу нормальную. Но обязательно написал заявление в Государственную инспекцию труда. И она имеет право сегодня выйти, устанавливать факт нарушения трудовых отношений. Потому что каждый неоформленный договор сегодня для работодателя стоит 100 тысяч. По Кодексу административных правонарушений там внесли изменения в прошлом году в статью 5.27. И если таких договоров будет несколько, и этот факт будет установлен, то работодатель очень серьезно пострадает материально. Это очень серьезный такой фактор работы в правовом поле. То есть лучше приходить лично? Лучше приходить лично, обозначиться как работник, сказать, потому что сейчас нам дано такое право прийти вот именно по одному обращению по заявлению. Вот ему не надо доказывать, идти пока в суд, оформлять трудовые отношения. Это очень длинный путь, и он практически тупиковый. Потому что ни один свидетель, который, вернее, свидетельствует в суде о том, что он там работает, могут только работники, которые работают на этом предприятии. И, естественно, эти свидетели в суд не придут, потому что они хотят дальше работать. И поэтому работник остается без свидетелей, и он не сможет в суде установить трудовые отношения. Ему важно прийти в контрольно-надзорные органы, где ему могут реально помочь. Ну еще у нас работают телефоны горячих линий. Они работают во всех районах Сочи. Сейчас вы видите их на своих экранах. Можно также обратиться и в Государственную инспекцию труда Краснодарского края. Звонки по неформальной занятости принимают и там. И в заключении нашей программы хотелось бы, чтобы для тех, кто хочет устроиться на работу, на что в первую очередь нужно обращать внимание в трудовом договоре, чтобы быть оформленным нормально, получать белую зарплату, чтобы исключить вот эти все проблемы в будущем. Ну, статья 57 Трудового кодекса, она регламентирует основные условия трудового договора, на которые нужно обратить внимание. Это прежде всего должность, на которую его берут, чтобы она была правильно обозначена. Это срок трудового договора, то есть, если это неопределенный срок, значит, с открытой датой второй. Если это срочный трудовой договор, допускается, есть нюансы заключения срочного трудового договора, значит, там дата должна быть правильно определена. И условия заключения срочного трудового договора. Это заработная плата, это режим работы, обязательно. Сроки выплаты, заработные платы, количество дней трудового отпуска, условия труда. В каких условиях труда он будет работать? Это условия труда, это обязательное условие в сфере охраны труда. Сейчас везде проводится специальная оценка условий труда, и место должно быть нормальное или допустимое. Если там существуют обусловленные, скажем так, предприятия, факторы опасные или вредные, значит, там должны быть в трудовом договоре обозначены дополнительные льготы. Это могут быть повышенная заработная плата, это может быть дополнительный отпуск, это может быть гарантированный ранний выход на пенсию, это может быть дополнительное питание. То есть вот эти вопросы, но в основном, конечно, это режим работы, должность, место работы и заработная плата, и сроки выплаты заработной платы. Вот это гарантия, скажем так, уже реального стабильного положения работника на предприятии. Ну, то есть заключая договор, нужно помнить обязательно о рисках, если указана не полностью зарплата, о том, что риски очень-очень велики. Безусловно. Но еще можно сказать о том, что работник должен внимательно смотреть на уровень заработной платы, даже если он минимальный. Сегодня по Краснодарскому краю минимальная заработная плата 10 366 рублей, и она должна быть у предпринимателя не ниже. То есть даже если это минимальная заработная плата, она не должна быть ниже этой цифры. Тоже это очень важный такой условий, потому что они идут, пишут там 5, 8, 7, есть разные категории работников, разные уровни, должностные уборщицы, сторожа. Все равно она не должна быть ниже этой цифры. Это тоже нарушение закона? Да, это нарушение Краснодарского регионального соглашения. Ольга Владимировна, спасибо большое, что согласились сегодня быть гостем в нашей студии. И я хочу напомнить, что мы сегодня беседовали с начальником отдела трудовых отношений охраны труда Центра занятости населения города Сочи Ольгой Ребекой. Будьте здоровы. Спасибо вам большое. Спасибо. Ну и вы смотрели программу «В курсе». Будьте в курсе всего того, чем живет наш город Сочи. В студии была Ольга Десятого. Всего доброго и до встречи в эфире. Продолжение следует...